Все, отлично. Все, отлично. Все, отлично. Я очень рад, что могу с вами пообщаться, не лично, но хотя бы так, онлайн. И каждому из вас, кто работал над этим проектом, кто помогал и помогает, спасибо. Спасибо. Я готов. Спасибо. 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 Сразу скажу. Насчет моей карьеры. Попасть в UFC очень тяжело. Нужно просто хороших менеджеров, команду и минимум 5-10 боев победную серию над хорошими соперниками. Спасибо. Сейчас заруха подписали. Может кому-то понравится, кому-то не понравится, то что я сейчас скажу, то что ему повезло. Да, ему повезло. У него 3-4 боя и в данный момент сейчас в Америку тяжело попасть. Ему поступило предложение, от которого он не мог отказаться. Потому что, может быть, потом ему не предложили. А многие сейчас пишут, а вот он выступил. Ребята, это UFC. Он выступил, хоть и проиграл, но у него есть шанс еще подраться там. Да. Я столько работал, я столько шел к этой цели. У меня есть очень многие знакомые, у меня есть контакты. Это ничего вам не поможет, если они сами не захотят вас сюда. Еще назад. Понимаете? Туда как бы берут не каждого. Ты должен выглядеть хорошо, медиально ты должен соответствовать. И просто может быть там не лучшие спортсмены. Есть кто в других лигах лучше дерется. Хорошие, лучшие спортсмены. Но туда действительно тяжело попасть. Но все возможно, если действительно хотеть и работать. Но еще вот мой совет молодежи, чтобы они не спешили. Очень много есть спортсменов, которые спешат, дерутся, берут бои за неделю, за две недели. Ребята, не спешите. Как это UFC делает Дональд Сероне, который дерется почти каждую неделю. Ну, это Дональд Сероне, понимаете? Это Дональд Сероне. Понимаете? Ему нечего потерять. У меня тоже как бы, да, свой комментарий по поводу не знания узбекского языка. У нас в шоу-бизнесе есть такие певицы, которые тоже знают узбекский язык. Я знаю, я знаю, я знаю. Поэтому я думаю, это не должно быть как бы, да, проблем. Ну, просто лучше сразу, я люблю сразу подчеркнуть и сказать. Понимаете? Просто есть такие люди, я уже встречался с такими людьми, которые пишут разное, говорят. Ну, лучше сказать сразу. Я уже стал в зал, пришел, сейчас седу куда-нибудь и спокойно будем общаться. Спасибо. А, что это говорит, что это говорит, что ты делаешь в школу бизнес-вакцелер. Махмут, часы, у меня было тренировки в обучении я. У меня тут было время, но я не занимаюсь елки в России. Махмут, часы, занимаюсь, что мы делаем в русском языке за都ой. Мы делаем в узбекистанство во встал, и у нас там поэтому мы делаем везде, в обярте сферы, везде, везде. Мы делаем в страну, везде. Мэнэмже, факат мэны шоу байраултчун, шоу юртчун, шоу у незбекистангьэдэйяйш лекайігэхнызы муртмаслигимыз. Ахур мэны Махмуд Акетачийфасты корб турб ныз-гунарстан. конечно вот это наш зал я вас понял это мой тренер вот это наша команда я боец наш вот тренер мой еще один тренер еще один боец это вот мой тренер ваш тренер похож на тревер смита извинить да 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 вот так она возьян граффити дома стрит артушина санатаса кортур нас а чехия даем все здесь внизу зал есть еще там силовые тренировки у нас здесь двухэтажное здание это наш наш зал мой с тренером мы открыли вот так лучше да здесь мы открыли вот такой зал и я думаю один из лучших в праге еще вот вы говорите то что в узбекистане и в европе я знаменитый знаете вот сейчас недавно в чехии повесили везде баннеры может видели нет на социальных сетях баннеры с моей фотографии и там написано как бы не было тяжело что лучше ждет нас впереди там вот такой лозунг это мой лозунг и таких баннеров повесили больше трех тысяч по всему по всей стране есть один вопрос возник вот у нас а чехия дэсс и машкурлигисты я не ам узбекистан хам чехия номер дэнчказы садашмаса бюрды чехия дэсс из обруи кота в руках ангеллята что вот говоришь вот с коронавирусом были проблемы здесь государство как бы боролась тяжело как все и вот мои фотографии везде повесили метро в автобусах на остановках и я очень рада что я простой парень который мог добиться того чего добился то что я не чех я никогда не буду но они меня уважают из-за этого я и сажусь за чехию потому что это уважение к ним потому что благодаря чехии я выступаю тоже потому что я здесь дрался я здесь тренируюсь у меня чех тренер чешская команда у меня есть и я здесь живу так что я думаю это неуважение было бы к ним а жидко это биттян савал бор банан и юсси де умом башка лигалер дэ коплеп мушлер чая-то коплеп зарплапарка балкала смолу ветлер болезы а хайотта канакал муму маншу яштер кткат турген бонна одэмна хамбаги хайотта гиманши зарплапарка ханакая чидаскерэй а вот да смотри кси недавно ситуация была там кто-то что-то там бывает иногда такие кто-то наглеет чуть-чуть в основном за рулем нужно быть сдержанным и надо понимать то что вы спортсмен в руках это у вас оружие понимаете вы можете да кого-нибудь я не знаю ударить и да вот вам показал еще что-то что-то сказал вы ударите да ну и что от этого вам будет я например здесь кому-нибудь дарю я пойду сидеть на 5 и лучшие свои годы карьеры своей жизни я буду сидеть из-за того что я не за эй ладно майли понимаете лучше нужно быть умнее вы и не только силы должны быть сильнее и здесь и здесь внутри сдержанными нужно быть вам нам нужно например кто меня знает они подтвердят у меня не было такого чтобы на улице где доходил да было в детстве там школе потом работал я в охране да там было я на улице бывало дрался когда я стал спортсменом я уже не позволял себе что-то сказать кому-то или оскорбить кто-то мне даже хоть напрашивается или где-то сидит там ресторане или что-то просто в клетке там давай попробую а я так себя веду скромно на вы разговоры и он человек когда приходит он не хочет он он начинает так а ладно блин он же на вы разговаривать как я сразу они по-другому начинают общаться понимаете а у нас есть такие спортсмены потом начинают сразу я до силами мерить надо просто умнее быть это мое мнение я никого ничего не заставляю что мне им доказывать я выхожу в клет я могу там убить один удар и ты можешь умереть понимаете там вы идете туда быть не знаю то что вы можете там умереть и потом некоторые говорят а вот духе и пускай говорят они же говорят пока они говорят люди я иду твердо работая идут своей цели понимаете когда будет добиваюсь поднимают и руку в конце они те же люди которые обо мне что-то говорили когда приезжают это просто это нужно быть сдержанным простота украшает людей вот кто-то многие говорят что я там я не знаю ребята кто меня знает они знают я всегда шучу у меня хорошая команда легион клуб мурадах тим у меня хорошие друзья у меня я я рад то что я имею понимать и я не поменял свой круг общения как я вот сюда приехал до сих пор у меня эти друзья когда вот в узбекистане у меня до сих пор эти друзья у меня нет там каких какой-то группа меня здесь же там уровень к пропаса вот с ними чу общаться там это то не у меня такого нет сау альбур дуста раклия шеплер я не махмуд мурадов каната дусла рахан не таллиги я не дуста их стенами гетворка раз дослик знаете бывают такие сложные ситуации и друзья с вами у меня много жизни было тяжелых ситуаций и когда проигрывал и когда-то у меня с карьерой не шло они у меня были рядом когда-то не было мне что есть они были рядом и я просто спрашивал я же они же не знали что я буду звездой выступать или еще что-то я их прошу почему я их спрашивал почему они не помогают почему вот вы делаете ребята с казахстана ребята с узбекистана но я не без разницы откуда люди самое главное человек должен и мне говорили знаете что сегодня есть у меня завтра у тебя будет и мне тоже поможет понимаете нужно просто иметь друзей не таких чтобы они были у вас за что-то или то что вы вот на виде или какие-то же нужны связи но друзья их мало знакомых очень много но я думаю друзей вам посылает сам священный вот жизнь мое мнение у меня я вот могу сейчас у меня есть хорошие друзья у меня есть хорошие друзья махмута ка мурадыф айткан харбер габты тастыг на айнан улана ищи ка муфа кулигане харбероша чехи до стихонок линия хам юртимыз шо махмута ка мурадыфта кьян шляр тоورисты джидде-жидде-жидде он куб ману отбережьте джиддеон кейган вакт-досланд кейган вау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау Конечно, я вижу с друзьями, я с ними тренируюсь, кто-то у меня из моих братьев, я их братья называю, которые в России, я их сразу билет покупаю, они сразу прилетают, я их не спрашиваю, что у них, просто билет покупаю, они летят домой и проводят со мной время, я стараюсь, вот сейчас очень хочу побывать дома, потому что сейчас там тепло, в горы хочу поехать, сборы провести, я очень рад, что могу вот так собираться с друзьями, отвлекаться от всего, но никогда не забываю о тренировке, вот даже Джасурака, Легион Клуб, тренер, он может подтвердить, мы даже в горы приехали в 3 часа утра, я говорю, Джасурака, Талапа Урейли, и он сам говорит, я ни одного человека не видел такого, как ты, говорит, ты, говорит, спать идешь, тренируешься, встаешь, говорит, тренируешься, как-то вот так вот, у меня с друзьями столько, столько, сколько. Смотрите, у нас здесь свой зал, мы тренировались постоянно, хоть даже здесь уже отношения были, но мы тренировались постоянно, с тренером ходили, мне до последнего не отменяли бой, но чуть-чуть проблемы то, что я не смогу приехать домой, не смогу приехать, не могу полететь сейчас в Америку, но уже, уже чуть лучше ситуация, у некоторых людей есть хуже ситуации, больше проблемы, чем у нас, мы должны просто говорить, что мы имеем, и что у нас, родные и близкие не болеют, понимаете, вот это главное. То, что мы не можем, не знаю, в кафе пойти, в ресторан, ничего, это тоже испытание, чтобы мы были дома, с родными, близкими, просто некоторые, ну а вот, не можем там. Ну смотрите, мы раньше на мелочи такие внимания не обращали, когда были дома, там все жили по синирными делами, вот утром встал, потратил на работу, пришел домой, телевизор посмотрел, спать пошел. А сейчас многие проводят время со своей семьей, с детьми, некоторые вещи, которые не видели, они видят, понимаете, это очень, с одной стороны, хорошо. Смотрите, я хотел вообще, когда у меня родительница дочка, я хотел ее позвонить. Я хотел бы назвать маму и папу сюда. Ну, из-за коронавируса другие планы у нас чуть-чуть поменялись, но до хороса вот сейчас работаем в Узбекистане тоже, над одним проектом. Мы будем сейчас ездить со семьей отсюда, в Узбекистан, с Узбекистана будем ездить туда, но сейчас хочу очень много вкладываться, вкладывать сил, имею в виду, финансово все в Узбекистан. Потому что есть там возможности, и сейчас у меня всегда была мечта, и худо-хороса вот сделаем. Я открою залы в Узбекистане, я открою спортивные комплексы, и я купил недавно землю. Это могу сказать, ничего такого плохого нет. Я купил землю, сейчас сделаем проекты кое-какие, там будет пекарня, внизу хлебобулочная, буханка будет, потом кондитерская, и наверху буфет будет. А на улице сделаем огромную детскую площадку, там потому что очень много домов, это где родителям двухсотажную квартиру купил, там землю продавали, я купил. И сейчас мы сделаем, я обещаю, что в Бухаре бесплатных площадок таких нет, не было и не будет. Я сделаю такую площадку, там фонтаны, террасу сделаю. Люди просто могут приходить и там отдыхать. И будет бесплатно, это не нужно платить, там вход, просто действительно будет все бесплатно. Десять часов это закрывается, и девяти часов в утро это открывается. Там будут, я привезу станки на мороженое, коктейли будут продавать. Кто хочет там кафе, будет на улице, терраса или внутренний. Потом еще какие планы есть, я занимаюсь благотворительностью, если многие люди знают. Десять домов будут дети ездить, один раз в неделю до хреса будут. Ни в чем себе не отказывать, ни в мороженое, ни в сладкости. Вот такие есть планы, вот такие есть планы. И уже работаем над документами, я думаю, на следующий год это уже все будет. И будем уже проводить больше в Узбекистане времени, потому что там хочу молодежь возить сюда в Европу, им давать шанс. И сейчас мы проведем сборы с Легион-клубом, это моя команда, Легион-клуб Урадов Стиль. Проведем в гараж сборы, тоже будем отбирать хороших бойцов. И там проведем турнир в Ташкенте, в Ухаре я хочу провести этот турнир. Просто развиваться во всех аспектах. Возву инстаграмм на салон барьи, я не знаю, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Бег, деген, не клик, воля берегенэкем, Махмудэкэрэн, азия, унолтунчкенэнэй, жабберемэнэ, бьязгэндэрэнэ. Вот смотрите, я сейчас говорю, что я землю купил, мы сейчас это сделаем, потом, дальше, дальше шаг, я буду открывать уже школы. И они будут бесплатно абсолютно. У всех будет одинаковая экипировка, у всех будет одинаковые условия. Никто не будет отличаться. Это будет, но, как говорят, здесь шаг за шагом. Дети же тоже начинали ходить. Сначала ползать, потом маленькие шаги, потом нормально начали. Вот и мы в худогощик сейчас откроем вот это заведение. И потом уже будем или власти просить, или купим сами землю. И построим хорошую базу, чтобы могли люди, в городе хочу базу построить, чтобы люди приходили, тренировались. И дети. Смотрите, профессиональным спортом нужно заниматься, не знаю, человек должен сам понять это, чувствовать. Я начал заниматься с 12-13 лет, но я думаю, с этого возраста вы еще летаете, где-то думайте о чем-то, но уже с 15-16 лет я уже более серьезно начал думать и знал то, что спорт это моя работа и спортом хочу жить, посвятить свою жизнь спорту. Я думаю с 15-16 лет. Начинал я с бокса, потом перешел на кикбоксинг, боевой самбо, а с 20 лет, с 21 года я уже начал заниматься только ММА. А для молодежи посоветую одно, чтобы не спешили, потому что времени очень много, а здоровье одно. И окружить себя правильными людьми, которые будут в тебя верить, что у тебя получится тебя тянуть наверх и вниз, а которые люди есть такие, а вот хитик чай хуна, посидим там и завтра пойдешь на тренировку. Таких людей очень много будет. Или когда вы чего-то добьетесь, уже начнут тобой пользоваться, твоей силой. Понимаю это хорошо, а вот с тобой там кто-то пообщается, у кого-то есть хорошая машина, вот там с ним походить. Ребята, у вас все будет у самих. Самое главное тренироваться, работать и думать своей головой. Не надо давать им думать и просто чтобы они говорили, а вот иди туда, это сделай, то не надо. Спасибо. я не бойся дай мне бакс был они удача к члены и оке курашка шугу ленге спортивных члены смотрите я борьбой занимался вольной борьбой боевой самбо знаете здесь нет такого где сильнее нужно во всех аспектах быть сильными мм и это есть мм и смотрите боксеры они хорошие боксеры проигрывают на земле борцы проигрывают стойки и начинается например бой на земле понимаете оборца для боксера не начинается же бой на земле так что у всех есть шанс самое главное подойти к этому профессионально иметь с собой хорошую команду чтобы они наладили чтобы более-менее тебя подвели к этому просто это все зависит от команды и нету там где-то сильнее где-то слабее просто все где-то у каждого есть человека у каждого спортсмена есть свои слабости бокс торс для работы бокс торс для я первый бойец тимти он даже можете видеть сейчас фирменные часы да это фирменные часы да это фирменные часы да хорошие отношения вчера позавчера с ним посозванивались общались прошу когда прилечу еще кое-что по работе общались потому что хочу его привести в узбекистан чехию узбекистан это позже я сделаю какой большой турнир там и он обязательно приедет я общаюсь со многими звездами не только как бы спорта я общаюсь галустианом это думаю все его знают михаил галустиан потом общаюсь со звездами рэп-поп снг я хочу сделать турнир большой турнир в узбекистане как у нас уже проводили турнир и позвать звезд не так как бы просто качестве гостей и просто показать им нашу культуру сделать им тур такой бухара самарканд чего и просто показать им нашу достопримечательность нашу историю чуть-чуть рассказать и конце их позвать на хороший турнир на хорошие бои а насчет флойд майвезера как я познакомился один день он был здесь как гость на одном головечере на шоу и так получилось то что у меня есть охранное агентство здесь чехи и мои ребята его охраняли в одной комнате в одной комнате я сидел с ним и так получилось то что никого там не было я не пошел фотографии чего ему было это интересно почему все идут сфотографируется я нет они просто было интересно что это за человеком легендарный боксер для меня я не шел за ним сфоткаться что за это пацан вот тебе вот здесь начальник охраны сделал там туда-сюда и вот так с ним первый раз встретились спасибо тебе что охранники вот это твои ребята груда да и вот так начали общаться потом менеджер его попросил чтобы ему показал свой бой слойт увидел мой бой вот и вот и классный боец машетчик потом я позвал в москву а после москвы я полетел при его приглашение в америку как-то так ой ой озер махмута кироксад берсес возобза ютуб оркали зохла на ухе тканилик а соси зохла на кубчили гэ я не купляп хамюк тарамас из науша фарсанте бульганизм на табрик леш мохтая не за килоган из охраны а соси ксма а нашу табрик нам болок вонаташка не набор джидем бар а джоев саволом сбора кандбу хама UFC гхам зато боретка на 1 2 и xfn гэм и и я набор марта яшу а xfn промышленах окна я не създил юси долги промышлены с актемса волбор канд махмута кем урадов как можно подписать контакт xfn смотрите ребята можно подписать есть команда легион мурадов тим для 40 джоску коуч ему можете написать вступить нашу команду с нашими условиями если мы увидим то что вы готовы то мы вам дадим не только бои на xfn мы дадим вам во многих организациях европе в россии в абу даби в дубае у меня есть контакты и мы работаем с нашими бойцами сейчас уже идем переговоры сейчас как закончится коронавирус сразу наши 4-5 бойцов уже выйдут в октагон на на тяжело попасть я не буду говорить просто а вот без меня нельзя подписаться ну это так и есть потому что я являюсь не совладельцем но у меня есть кое-какие акции в xfn после ухода я приобрел часть xfn но это не это не главное но им интересны просто наши бойцы потому что я себя очень хорошо показал заявил и и сломчик уже дрался и победил там тоже за не каких-то 20-30 секунд им интересны наши бойцы так что будем возить их сюда и я думаю скоро ждите как откроются границы что с узбекистана много бойцов в европе это моя цель это моя цель и она сама на доме ткан холда без а xfn промоушен дан ufc промоушен его там из чинки озабжу демкуп чилик на кызак треткин битта савол мавжуд махмуд акин мурадов не кинге джанге кинге каша ребята я сам бы хотел знать когда я подерусь я начал подготовку я тренируюсь я думаю в июле в конце или в августе я подерусь и потом я приеду домой отдохну в горах проведем сборы но я думаю это будет в июле или в августе ждем сейчас соперника там кто-то в интернете в инстаграме писал один боец то что давай подеремся ну я сказал давай подеремся сейчас вечером свяжется мой менеджер си си я думаю может быть подеремся я не безам корроз ватады и нызбекистам корроз ватт и дима лбус будь я ранг и узы мазах сам за кучу мизмун коммерзе дима лог данного айт на твиттера гейоким большинство моих тармак ларгейт бима лолио шизмун кмахмуд а мрадов кашон тэнгэ тарси дэнг лады махмуд ака мрадов кэр москоп он вишняли гэкреди генджэн члэ бириды дэп ям алио шизмун км о а вот это тимжи торси га проработки тимпти на манаса барбар дэммани тим я не пул джамас пул командаса бахмуд аки мрадов сгисова лога и инстаграм на мирахат ММ. Ассаламу алейкум, брат, как вы? Ваш гонорар, сколько вам дали в бонус? И кто ваш кумир? Кумир? Кумир мои родители. У меня нет кумира в спорте. Я уважаю многих бойцов, но кумир это мои родители. Я хочу просто, я уже повторяюсь, для них сделать лучшую жизнь, дать им то, что они хотят. Это вот моя мотивация, это мой кумир. А так, знаете, сколько я денег получаю? Я до этого не говорил, потому что это не хотел. Сколько я в XFM, в октагоне получаю. Но не маленькие деньги. Мне и Инстаграм уже большие деньги зарабатывают. Я не буду врать. Социальные сети мне зарабатывают большую сумму. С последнего боя я заработал почти 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов? Кьюзмин доллар. Ахрик Джайнэй, кьюзмин доллар. Но смотрите, люди не должны забывать то, что мои подготовки сколько стоят. Во-первых. Во-вторых. UFC платят только одному бойцу, одного тренера. Со мной летают три тренера. Я плачу сам двоим тренерам. Перелеты, проживание. Плачу налоги. 31% налогов я заплатил. Платите менеджерам 10%. Платите команде 10%. Вы просто посчитайте, сколько вы тоже платите расходов. Просто минимум 50-60% я плачу тоже команде и все такое. Люди просто видят, а вот сколько получил. Но они не видят, сколько я в зале потеял, оставлял здоровье и оставляю до сих пор. Они только это видят. Ребята, это не самое главное, понимаете? То ощущение, когда он поднимает руку и многие смотрят на это. Вот это ни за какие деньги не купишь. Я вам так скажу. Да, он чемпион. Он хороший боец, хороший человек. Лично я не знаю, но то, что вижу, но такой шоумен. Мне сейчас что-то рано говорить. Что, как. Мне нужно попасть в 115 и я думаю, после этого боя я уже смогу попасть в 115. После очередной победы я попаду в 115 или максимум через два боя. Но мне уже UFC после этого боя хотят новый контракт дать. Потому что я им интересен и беру все бои, которые они мне отправляют, на короткое уведомление или вообще всех соперников. А им такие бойцы нужны. Вот. А то, что в моей весовой одессане, ну мне сейчас до него еще далеко. Я думаю, год-два там все может измениться. Так что, когда я буду в топ-15, в топ-10, там уже можно будет говорить. Сейчас еще рано о чем-то говорить. Я говорю как есть. Я не такой человек, который, а, вот я ушку, я его побью там туда-сюда. Нет. Надо сначала до его уровня вырасти, а потом уже говорить. Я не помню, честно. Я это даже не помню. Давно. Я не помню это. Я стараюсь быть держанным. Я стараюсь быть держанным. Я думаю о том, что я могу потерять. А я многое могу потерять, чтобы, я не знаю, кого-то ударить или еще что-то делать. Этого не стоит. Махмуд, я буду показывать. Сейчас я переодет и в джинсах сижу. Я же не могу тренироваться. Я, не, 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 такой не пойдет. У меня сейчас будет борьба, и я такие видео не выставляю. Я не люблю ставить спарринги, борьбу. Как человек, я думаю, а вот Махмуд Акад тренирует борьбу или нет. Конечно, я тренируюсь. Я и в борьбе, и в стойке хорошо себя чувствую. Но я не выставляю это, потому что там есть такие моменты, которые не должны все видеть это. Продолжение следует... Во-первых, я скажу, чтобы больше тренировались. Для хороших команд, чтобы имели. За собой хороших людей, спарринг-партнеров, трениров. Которые будут тянуть наверх, а не вниз. как говорил, что сегодня не надо тренироваться, завтра пойдешь, ничего там. От таких людей дальше держаться. Самое главное не спешить, когда есть такие моменты, когда отправляют вам бой через неделю, там бой есть, давай турнир большой, там туда-сюда. Не берите такие бои, потому что боец готовится 3-4 месяца, 2 месяца, хорошо подготовлен, и вас привозят только туда, как просто человека, чтобы проиграл. Не рискуйте так, потому что боев будет много, а здоровье одно. Так что надо не спешить. Я, знаете, я раньше говорил, о, в ЮСи хочу, в ЮСи хочу, когда мне было 26, 27, 28, но я очень рад, что я только сейчас попал, потому что я и ментально вырос, я духовно вырос, и я уверен, что я готов во всех аспектах сейчас. У меня еда, я кушаю, очень люблю покушать, мясо, шашлык, плов, каббов, мамин, ханум, манты, и сладкое люблю очень сильно. Но здесь этого нет, из-за этого я довольствую с тем, что у меня есть, но я люблю очень покушать. Ханум, от моей мамы, она делает такой ханум, что никто не сделает такой ханум, как делает моя мама. Ваша жена, Моника, умеет готовить плов, и говорит ли она на узбекском? А Флойд Мэйвезер пробовал ли плов? А Флойд Мэйвезер плов не пробовал, и за это вот я его приглашу. В Узбекистан попробует плов, обязательно. И не только плов. Моника пробовала приготовить каббов, но этот делаю лучше я. Я люблю готовить. Плов, честно, у меня у самого не получается приготовить, вот я готовлю хорошо. Она не говорит по-узгледски, но пару слов знает. Она по-русски чуть-чуть разговаривает, моими родителями разговаривает. Так что стараемся, работаем. Хабиб Нурмагамедов, Конор Макгрегор, Хамма Таниды, Узбекистане, Хамма, UFC, Мухбисы. Улард, Ла-Ла-Фейс, Канак. Умума, Улард, Джайнер, Микзата, Форыч. С Хабибом виделся, общался. И до сих пор нормальный у нас отношения. У нас негатив, конфликтов, как в интернете добавили, что у нас какой-то конфликт или еще что-то. Такого нет и не было. Не знаю, кто что придумал. Уважаю спортсмена, как человека. Уважаю очень много чего добился. Я думаю, в мире сейчас лучший спортсмен, смешных недоборцев, это Хабиб Нурмагамедов. Однозначно, для меня. Коннор, благодаря Коннору ММА, там, где сейчас есть, он очень помог этому спорту. Медиально он может говорить, где-то перебарщивает. Нужно быть скромнее. Коннор тоже виделся. В жизни он вообще другой. Медиально просто люди, как себя поставят, они должны соответствовать этому. Как-то так. Я хочу сказать, что я хочу сказать, А я написал, что когда подрастешь, мы можем с тобой сродиться. Или написал, что я могу быть на коленях и с тобой подраться. Знаете, Сихуда везде пишет, везде лезет, потому что он очень хороший боец. Но он не интересен никому. Из-за этого он везде пишет и хочет быть где-то, чтобы о нем писали и говорили. Я спать хочу, не высыпаюсь. Извиняюсь, сегодня просто не спал днем из-за этого. Я так сплюсь. Я как бы не вызываю на бои. У меня нет такого. Но хоть недавно фотографии добавили, я написал, давайте сделаем этот бой. Ну, вроде бы сейчас там что-то назревает. И я думаю, будет этот бой. Потому что это, с одной стороны, хорошо, но в меру. Хайп должен быть в меру. Оскорблять никого, ни нацию, ни религию. Если ты что-то хочешь написать, можно написать самому лично, а не выставлять это на показ. Да-да-да, мы сейчас выпускаем. Это фотосессия на Форбс. Европейский Форбс. Это Форбс, я думаю, все знают. Это самые успешные и богатые люди там. Ну, я не самый богатый, но просто успешный человек, спортсмен. И я буду у них на главной страничке летом, в августе, по-моему. И мы выпускаем свой календарь, потому что здесь очень многие хотят календарь с моей подписи будет. И будет типа вот масштаба. Форбс журнал, как-то габкетты. Я не знаю, сколько у меня денег. На каком месте в списке Форбс самых успешных и богатых. Не-не-не, я туда еще не горю. Я туда еще не горю, но я не гонюсь как-то туда. Ну, вы на правильном пути, как можно. Когда люди обо мне будут писать, это мне больше как бы мотивации даст, чем на меня где-то Форбс напишут. У меня очень много друзей. У меня моя команда, вот, Джасурака, клуб Легион, Муратов Тим, Фурхат Бек, Якубов, Ислон Бек. Вся Легион команда, это наши родные, близкие. У меня есть брат Муратов Анвар, у меня есть тоже брат Муратов Руслан. У меня очень много друзей. Я рад, что у меня вот есть настоящие друзья. Есть Фаруф, Али, которые мне помогают во всех аспектах. И всегда, которые рядом. Достойные братья. У меня раньше общался, а сейчас не общаюсь по каким-то причинам. У меня нет ни с кем проблем. Если у них какие-то проблемы, ну это у них проблемы. Я не буду заставлять со мной общаться. Ну, если... если я не с кем как бы не стремлюсь общаться у меня нет такого вот с ним надо общаться потому что популярный он там выиграл я общаюсь с теми людьми с кем я нахожу общий язык так что как-то вот так вот это дарси варили я не инстаграмм на совоке ген к боксим бойче бука боксим бленд а озорахом карлины мега универсис ты о нерзвитиво это делаешь и дебил не буду сомку пустой а все на звери акция вне веще недели дебил ты в ты в ввода ты вводит на воду не будет дебил ты в а ухлите то вне там уже шпина вен сирушник аукли то Я не знаю, они воду на мату наливают. Надо чуть-чуть воспитывать молодежь. Сразу другой голос у меня. Просто молодежь чуть-чуть от рук отбивается, надо чуть-чуть. Потому что у нас таких возможностей не было. Такого зала у нас никогда не было. А у них есть такая возможность, у них есть такой зал, они не знают, возьмут баклажку и поливают вот так. Оно разбухнет, оно будет лопаться. Понимаете? А нельзя же поменять одну татами, там полностью надо менять. Так что нужно оценить то, что имеешь. Для бойца и бойца ковер священный. Не понял. Для бойца или бойца ковер священный. Это уважение к залу, потому что это наша работа, это наш хлеб. Я до тех пор общаюсь и с директором, и с ребятами, у нас хорошие отношения. Просто по каким-то причинам то, что там что-то вышло, как-то вышло. Люди не хотели, чтобы мы работали. Так получилось, что у нас прекратилась работа, но у нас отношения отличные. Я очень рад, что я был командой букобоксинга или семьей, можно сказать. Они мне очень сильно помогли, и я им очень сильно помог, потому что первый раз в Узбекистане, в истории Узбекистана показали ММА в прямом эфире благодаря букобоксингу. Я очень рад, что когда я дрался в ХСФН, показывали прямой эфир, и это благодаря букобоксингу. Я никогда не забываю тех людей, которые мне помогли. Я всегда хорошо относился к букобоксингу и до сих пор отношусь. И у нас отличные отношения. И они уже не поменяют. У ЗММА было. У ЗММА было. У ЗММА? Ассоциация? Да. У нас отличные отношения. Как с президентом ассоциации, так же как от PR и всеми, кто работает, у нас хорошие отношения. Я очень рад, что у нас есть ассоциация в Узбекистане. И кто-то уже за нами стоит, понимаете? Кто-то за нас просто может сказать, вот они, вот у нас есть ребята, кто может просто где-то в телевидении мы уже постоянно баннеры, турниры проводят. Это я очень рад, что у нас уже есть ассоциация. Просто раньше, когда я начинал, такого не было. Было только по боксу. А я рад, что у нас появилось уже по ММА. И УТБГК, Умаров, то, что возглавляет ее, я думаю, такими людьми мы сможем поднять уровень ММА, спорта в нашей стране. Потому что он любитель спорта, он очень поддерживает спортсменов, так же и меня. И мы сейчас ведем переговоры, сделаем очень отличные сборы в Узбекистане, которых не было никогда. Я привезу из Европы тренировок, бойцов, которые поделятся своим опытом. И потом мы будем возить из Узбекистана сюда, ребят, и выступать, и тренироваться. А я думаю, это не у каждой страны есть такие возможности. Да, 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 я это уже знаю, мне уже столько лет. Ребята, смотрите, я дерусь 84 килограмма, у меня спарринг-партнеры есть 84. Я не чувствую себя, дискомфорта никакого нет в этой весовой, я себя чувствую отлично. Зачем менять вес? Может быть, когда-нибудь поменяю, но сейчас я нахожусь примерно на 20-м месте, 20-22 мировом. И сейчас идти в 7-7 и начинать все сначала, я думаю, это зря. И еще раз говорю, я себя чувствую отлично и в борьбе, и в стойке в своем весе. Я еще раз говорю, мне без разницы с кем драться. Очень много ребят способных, я буду рад с ними разделить клец. Если меня отправят в контракт и скажут, вот с ним будешь драться, я буду драться без проблем. Спасибо. Как вы работаете в Тарбе? Как вы работаете на Тарбе? Как вы работаете на Тарбе? Смотрите, Тарбе... У меня было такое, что в 15 лет мой отец попал в автокатастрофу, и мне пришлось работать. Меня брат воспитывает. Я рад, что он мне такой... Я знаю, что он делал, но я уже не мог. Он живет как-то не в ней. Забьешь там в Тарбе? Ты был мокрый на 4-0? Да, извините. Тарбе... 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 Сто процент не смогу свои мысли высказать. Понимаете? Донести до людей. Я могу сказать... Я могу так ответить, но я не смогу так, как на русском языке отвечу, понимаете? Просто я уже вырос и учился на русском языке из-за этого. Вот, и насчет чего мы разговаривали? Тарбия, о цветании? Своих детей, я знаете, не знаю. Я буду в то же время строгий и добрый. Просто самое главное, своему ребенку дам того, чего она захочет, но в меру. Если она этого будет заслужить, я ей помогу. Хочет где-то учиться, я ее поддержу. Хочет чем-то заниматься, многие спрашивали, а вот если парцан будет, будет он драться или нет. Ребята, я не хочу, чтобы он занимался этим спортом или она. Если она выберет это, пускай. Но я заставлять кого-то не собираюсь. Я поддержу в любом аспекте. Если это какой-то алкоголь или все такое. Когда я буду заниматься им? Вообще я рад, что смогу со своей дочкой пойти прогуляться. Я не знаю, у меня времени нет, поспать сегодня не было времени. Я у учеников и я в зале столько времени провожу, то что у нас есть команда, Легион клуб Мурадов Тим. Вот там могут ребята заниматься. И там я буду иногда проводить сборы, и там будем тренироваться. Так что только так, но чтобы именно брать учеников нет, такого не будет. Пока нет. Можно еще спросить, сколько времени будет прямой эфир, потому что у меня уже пришел спарринг-партнер. Мне нужно примерно узнать. Я не знаю, если я уйду, я больше не буду драться. Я не знаю, до какого времени я там буду, но скажу так. Ромеиро, Ромеиро, 42 года. Я уже отдался за бой. Так что никто не знает, до сколько лет я буду драться. Может, но хотел быть 35-36 максимум. Может, я не знаю, может завтра травма, не дай бог, будет. Потому что... Никто не знает, что будет завтра. Я не шарф, но вы можете создавать биттэджан, Хорган. Класс. Но они хотят после этого боя, хотят чтобы zajапливаться новый контракт. Ага, Вы можете создавать тритий контракт. Филарный контракт илиsubарный контракт. У меня есть все игры в UFC. Он есть в EA Sports. Я в Чемпе Махмуд и я купила UFC. У махмуд и пластейс Thursday, будут играть игроки на my feelings? Нет, я играю в футбол. Попробую играть в PlayStation. Как вы делаете муфлис? Реал Мадрид, Ювенту и Челти. Реал Мадрид? Реал Мадрид муфлислары и Узникстан. Я не знаю. Барселона, Реал, а я вот Реал. Я не знаю. Барселона, Реал Мадрид. Я не знаю. Я был на матче Барселона, Реал Мадрид. Реал Ютубе? Реал Ютубе? Да, да, да. В ринге боксисты. У Кошка койпчикады? Макгрегор? Кошка койпчикады? У меня Света спела песню. Мерингус Бексонэм. Я под нее выхожу. Именно спета для меня. И там Карнай Сурнай про Узникстан, про Амир Тимура. Спета для нас, для меня это очень такая песня хорошая. И из-за этого я очень рад. Вот под эту песню выхожу. Я вам сейчас фрагменты спарринга покажу. Хотели же показать? Да, да. Адаме, потрясай его, молодец. Как и дрзай его. Вот еще одно коло. Снимай кузяты бороят кафедалянам челерамыз, мухлистарамыз. Беймолол спарринг джерманных кузятчалам. Ну это так. Такие здесь. Любители это. Адаме, да. Адаме. Адаме, да. Как же это так. Снимай кузяты джерманом. Сейчас я расскажу, что он не отвечает. На штуках удачи. Знаете, я думаю, что он непонятно. Потому что он не защит, он тякикально порой. Спасибо за просмотр! Мы говорили об этом, что Сихуда, он в самой весовой категории легкой и люди не так любят этот вес, так что это не знаю весовая категория, то что у них и хорошие бои, но не знаю, людям не нравится, наверное, не знаю. Самая, самая ходовая весовая категория, 77, 70 и 84. Спасибо за просмотр! Мы говорим о том, что у ФИФА и у ФИФА, и у ФИФА, и у ФИФА. Спасибо за просмотр! Махмудович, у нас были последние соревнования. У нас были последние соревнования. У меня были первые соревнования. Какие последние соревнования в Узбекистане? Мы проведем до десяти лет, я думаю, до трех лет проведем в Узбекистане турнир в UFC. Я надеюсь, я возглавлю этот турнир. И в течение пяти лет хотел бы провести бой в Узбекистане в UFC. Мы очень надеемся на это. Махмудович, я бы хотел уточнить вопрос. То есть, как вы выйдете в будущее Узбекистана через десять лет? Ну, я вам ответил. То, что я только могу отвечать насчет ММА. Понимаете, я могу отвечать в общем. Я вам ответил то, что в ММА как я... То, что в ММА я что вижу в течение не десяти, а трех-сетилет. А в десяти лет я не знаю, где мы будем, что будет. Самое главное, чтобы был мир над головой, все живы и здоровы были. Не было никакого коронавируса. И мы могли просто выйти на улицу, прогуляться со своей семьей. Или просто взять билет и полететь домой. Как вот сейчас я не могу это сделать. А то, что будет, как будет, мы можем предполагать. Но я вам говорю то, что мои мечты, мои цели... Я хочу, чтобы в Узбекистане провели турнир UFC. Чтобы у нас был чемпион UFC. И я надеюсь, это будет. Вот это вот, я могу вот на это вам ответить. Но в общем, я не могу вам ответить. Общие вопросы, это не ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были очень сильные чемпионы в Узбекистане. Здравствуйте. 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 Вы можете сказать? Я понял, но не конкретно понял вопрос. Вопрос касается вашего вероисповедания, то есть как религия вам помогает преодолеть трудности или самовыслы готовить перед боем? Да, вот сейчас, кстати, я не успел прочитать молитву. Многие спрашивают, читаю ли я молитву, не читаю. Да, алхамдуля, я читаю, я держу Рамадан, держал Рамадан, возможно, нельзя. Все возможно, если хотеть, действительно. Если вы хотите, а Всевышний вам... Если вы этого хотите, а Всевышний вам всегда поможет. А это благое, это делаем все мы для себя, для Всевышнего молитвы. Знаете, духовно мне очень это помогает. Особенно в Европе, здесь многие не верят ничему. Я никому ничего, как бы, не заставляю. Эй, можете там увидеть, просто я не с удалю. А вверх, бля, иди сюда. Я никому ничего, сори. Просто уже надоели. Они сюда приходят и здесь разговаривают. Я одни пошел, они ко мне. Им тоже интересно посмотреть. Не, они здесь свои споры какие-то. Молодежь, сейчас просто разогрею с ними, поработаю, накажу их. Вот. И, знаете, вы ментально растете. Духовно я вырос. Я вам говорю, что я же, если бы до этого попал в UFC, я бы, может быть, так и не выступал. Сейчас у меня два боя, две победы. Я думаю, что я и ментально, и физически, и морально готов. Мне очень помогает религия. Но нужно... Мне не нравится, когда вот говорят, о, надо, надо, делай, делай. Я таких людей дальше держу. Я, Худоган Шкур, я мусульманин, я рад, что я мусульманин. И, не знаю, просто каждый человек должен чему-то верить. Но не верит, верит он должен не так, чтобы кто-то его заставлял что-то делать. А, вот, Херак, давай, иди вот, надо, надо. Нет, не надо. В любой религии человек должен сам к этому прийти. И он сам это должен чувствовать. Я себя чувствую комфортно, мне удобно, хорошо, и я счастливый. И Всевышний мне помогает, и он всегда оберегает меня. И он знает для меня, какая лучшая дорога. Даже, например, турнир не состоялся, два боя отменили. Я говорю то, что, ну, значит, Всевышний лучше знает, что для меня лучше. Даже в худшее время, когда что-то было, машину ударят, покорябывают, или еще что-то не получилось по бизнесу. Я говорю, ну, в Догашкур, значит, Всевышний лучше знает. И я так и сам себя успокаиваю. Или где-то что-то вот на дороге там. Я так посмотрел, эй, говорю, оставлю, ладно, говорю, что тебе. И, как бы, мне эта религия помогает. Я очень рад, что вот я так это воспринимаю. Многие по-разному воспринимают. Десять людей, десять мнений, как говорится. Очень хорошо. Я хочу, чтобы они не спешили, окружали себя правильными людьми, которые их будут тянуть наверх, а не вниз, чтобы не пользовались их силой. Вот это главное, то, что есть партнер, чего-то добьется, и люди начинают его силой пользоваться. А, Вертов, там проблема бор, там туда. А таких людей дальше держаться. Наоборот, друзья должны быть такие. Э, Вертов, туда не ходи, зачем тебе это нужно? Пошли в зал, пойдем потренироваться, пойдем этот. Такие должны быть, друзья, мое мнение. Чтобы не спешили, подождали, чтобы мы открыли школу. Я, моя, я думаю, это моя мечта, но моя миссия, я думаю, я обязан открыть школу и помогать нашим молодежи. Я это сделаю, потому что это была моя мечта. Многие мои мечты сбылись. Даже некоторые вещи я не заслуживаю, которые я не мечтал, я имею сейчас. Или я там, где сейчас. Из-за этого нет ничего невозможного, ребята. Молодежь, чтобы стремились не только в спорте, не только в учебе, не только в работе, во всех аспектах. Хотите быть лучшими, надо работать, ничего просто так не бывает. Как говорится, век живи, век учись. Когда тебе что-то объясняют, иногда бывало такое, у меня тоже в вашей школе. Зачем это мне надо? Или на тренировку. Зачем это надо? Берите, учитесь, пока есть у вас возможность. Ничего не бывает многого. Чем больше вы знаете, тем лучше. Читайте книжки. Я читаю книги. Многие говорят, вот ты умно отвечаешь. Я отвечаю, как есть. Многие, например, интервью говорят, мы вам вопросы отправим. Я говорю, мне не нужны вопросы, я хочу отвечать так, как я считаю, нужно, как я от души отвечаю. Понимаете, из-за этого нам нужно быть самим собой, прислушиваться к себе, родители слушаться, потому что родители не желают нам плохого. Учителей, тренировок, потому что я, знаете, все бы изменил в своей жизни. Мне вот скажут, вернем на 20 лет твою жизнь, что бы ты изменил. Я бы все оставил так же. Но изменил бы отношения к родителям. Потому что иногда я с горяча как-то отвечал плохо или не понимал то, что они мне говорили. А сейчас это понимаю. Не делайте этих же ошибок. Будьте любимыми детьми. Любите своих родителей, потому что родители это наше все. Будьте полезными нашей стране. Стремитесь к лучшему. И главное, будьте здоровы, занимайтесь спортом. Как-то так. Сегодня сегодня мы увидимся, что местные страны будут... ..., че-кит, Хазы-канли и в уф, ... УФСС, Михаил Мохмут Айкина о новом году. Мы вместе с вами о том, что мы довели время, а чтобы послушать... ...су старе занятия принять свою важную и большую учебность. Спасибо спасибо. 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 Вы рекомендаэ, страна, КалабДри. Спасибо. 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 Продолжение следует...